Девушки отдыхают Ты осознаешь, что будет, если Гастон начнет расследование и что-то раскопает? Решай проблему, как хочешь, только не калечивай сильно. На что только не пойдет любящий отец, чтобы вразумить своего сына. Да, и это не все. Только не падай. У Сиси будет ребенок. Ребенок? Скоро. Мы станем дедушками? Франко, это надо скрыть от Марии Пии. Она придет в ярость. Сиси, ничего не бойся. Операция не отразится на беременности. Слышала? Ты зря волновалась. Да. А химиотерапия тоже не отразится? Не отразится, потому что ее не будет. Давай сделаем так. Во время беременности никаких лишних вмешательств. Только жесткий контроль. А после родов я назначу тебе щадящий режим. Что значит щадящий? Есть таблетки, весьма эффективные, которые препятствуют образованию злокачественных опухолей. А если опухоль сильно разрослась? Сиси, мы выясним во время операции, насколько далеко зашла твоя болезнь. А если зашла далеко? Давай не будем опережать события. Ребенок. Я успею дать ему жизнь? Сиси, ты успеешь дать ему жизнь. Обещаю. До операции больше никаких прогнозов. Я попрошу секретаршу записать вас на ближайшее время. Удачи. Ты довольна? Только не плачь. Это я от радости. Я люблю тебя. И меня больно ранят твои слезы. Так что давай-ка соберемся и продолжим борьбу. Давай. Я люблю тебя. А Нанита еще сильнее. Потому что он твой сын. Мы будем сражаться вместе. Втроем. Когда один падает, другие его поднимут. Когда одному страшно, а если страшно станет двоим, мы крепко обнимемся. Не пытайся мне лгать. Зачем нам всем лишние проблемы? Он порвался, Сабель? Да, Франко. Давно? Да, Франко. Когда не AH starchно. Продолжение следует. Кmanship есть. Дすごい. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 То целуй, то не целуй. Да, я тебе говорил, что ты мне нравишься. Нет. Значит, забыл. Нравишься. Очень нравишься. Ты разлюбил меня из-за сиси? Нет, Исабель. Я разлюбил тебя много лет назад, как и ты, меня. И не будь дурой. Не решай за меня. Неправда, что сиси ни при чём. Исабель, я слишком устал для ссор. Если бы не она, то ты бы любил меня. Как и раньше. Исабель, ты возомнила себя, что они отразимые, незаменимые, Время и идёт, и со временем уходит очарование, А с ним и любовь, и страсть. Что такое? Что с тобой? Не стянай. Что это? Чёрная роза. Кто это опять перехитрил сигнализацию? Привидение разбирается в технике? Может, это призрак Кармелла? Нет, нет, я вам помогу. Развлекает сам моего крестника. У Нонита намечается полсотни крёстных матерей и отцов. Я необыкновенно счастлива. Спасибо тебе за подарок. Какой подарок? Какой? Это наш маленький секрет. До завтра. До завтра. Пока. Останься со мной. А то я боюсь. Чего? Мне снятся кошмары, только я тебе о них не расскажу. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло? Дай мне. Алло? Он с ней. Со своей шавкой. Если бы она знала, как я её ненавижу. Гуке? Сюда уже второй день кто-то так звонит. Привыхай. Когда твои хиты начнут крутить по телевизору и по радио, это станет нормой. Фанаты всегда находят телефоны. Как ты останешься у меня? С одним условием. Если ты мне позволишь позаботиться о тебе и доказать Нонита, что у него умная мама. Слишком много условий. Да, но должен же я что-то выторговать за свои услуги. Я хочу ночевать в своей спальне. Прости, Ката, но это всего на один день. Люси с удовольствием тебя пустит. Я тебе мешаю? Храплю? Нет, Ката. Простите? Ничего, что я займу твою комнату? Ничего. А я всегда думала, что богатым зубы чистят их мажордомы. Ката. Держи. Ладно, но я не хочу спать с этой фифой. Поезжайте в отель. Или снимите квартиру. Тише. А еще доброй ночи. Пока. Удачи. Уйди сюда. Глаза слепаются. Давай поболтаем. Да. Как хорошо засыпать с тобой в обнимку. Надежно. А потом я не смогу спать без тебя. Купишь плюшевого медведя. С твоим лицом? С моим лицом это плюшевое си-си. Здорово. Здорово. Доброе утро. Доброе утро. Эй. Вставай, уже утро. Смотри. Смотри, что мы принесли. Ого. А кто это мыс? Конечно же, мыс Нанита. Спасибо. Спасибо, Нанита. Но это не все тебе. Ты любишь круассаны с вареной сгущенкой. А я с вареньем. А Нанита диетические галеты. Да. А как ты его накормишь? Я съем, а достанется ему. Мм. Эй. Что? Твои диски улетают со свистом. Правда? Ура. Что с тобой? Тошнит немного. Пустяки. Я договорился о пресс-конференции, но, наверное, придется отменить. Не надо ничего отменять. Токсикоз – это обычное дело у беременных женщин. Опять? Нет, прошло. Давай завтракать. Франко меня не любит. Вот скотина. Мог бы собрать. Что ты думаешь делать? Я не покину этот дом. Особенно сейчас. Почему особенно сейчас? Ай, Делита. Вероника – любовница Франко. Она сбежала от Бернардо, чтобы занять мое законное место. Заполучить все мое имущество, включая Франко. Но у меня 11% акций. И на моей стороне Кармелла, с которой мы скоро уедем, в Европу, в Италию. То есть, колыбель цивилизации. И с собой скажи честно, когда ты сбежишь с Кармеллой, ты возьмешь меня с собой? Ай, Делита, ты меня прости. Не могу же всю жизнь нести на себе этот крест. Это надо заслужить. Только намекни. Докладывай мне обо всем, что творится в доме. Ясно? Как Божий день. Обо всем. Будь проклята, твоя чрева. Твоему ребенку не дано родиться. Клянусь, что ребенок не явится в мир. Не быть тебе матерью. Да. Не станешь мамой. Никогда не станешь мамой. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» КОНЕЦ 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 Опять не сходится. Как? КОНЕЦ Как он проникает в мой дом? КОНЕЦ Слава Богу, все позади. Можно присесть и расслабиться. Ну, я же предупреждал. Я каждые пять минут бегала в туалет. Ничего. У журналистов тоже бывает расстройство желудка. Отвези меня в пенсион. Я ужасно устала. Это от нервов. А еще прибавь сюда токсикоз. Ты меня жалеешь? Нет. А что? Не жалей меня из-за болезни. Си-си. Я люблю тебя. Так будет всегда? Что? Прощание. Я давно хочу уйти. Но руки не разжимаются, губы не отрываются от тебя. Плохие новости, Гастон. Так будет всегда. Боже, избавь меня от этой агонии, которая начинается каждый раз, когда мы расстаемся. Со мной творится то же самое. Да, но мне от этого легче. До завтра. Пока. Я тебе позвоню, чтобы не явиться нежданным. Пока. Здравствуйте. 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 Смешно? Да. Ужасно смешно. Но это еще не конец. Я не успокоюсь, пока она не выкинет своего выродка. Только звони с другого номера, чтобы наш не высветить. Спасибо за совет. Не жди меня к обеду. Ты куда? По делам. У меня есть ключи. Привет. Привет. Бернардо дома? Ходи, я тебя жду. Хорошо. Привет, ребята. Как дела? Как жизнь? Присаживайтесь. Мы готовы продолжать дела? Я получила зарплату и зашла в детский магазин, который давно присмотрела. Ну-ка. Нравится? Очень. Это твой первый подарок. От твоей тети и крестной. Я ужасно хочу стать ему тетей, но мы не сестры. Честно хочешь? Да. Значит, мы с Нанитой объявляем тебя тетей. Спасибо, что ты согласна стать моей сестрой и тетей моему малышу. Это так много. Все ясно. Значит, проучить Гастон Альберти, но без особых увечий. Какие планы? Я найму профи, который знает, куда бить, чтобы не осталось следов. Ронко, не надо делать из него инвалида. Хватит и пары переломов. Ясно. Хорошо поставленный удар творит чудеса. До того, как исчезнуть и оставить его валяться в пыли, скажите, что это подарок от Бернарда. Месть за дочку. А Франко Альберти тебе не отплатит? Франко Альберти не удел. Что-то не верится. Я сказал и точка. Соплив еще задавать вопросы. Кто платит, тот и музыку заказывает. Не нравится? Не нравится. Прав. Сыном Франко Альберти твой напарник не прав. Я сказал, что вопрос снят. Значит, так оно и есть. Ты понял? Теперь понял. Но, получив весточку, Кастон Альберти лично придет и разобьет тебе башку. На это я и надеюсь. И я убью его в порядке самозащиты. Привет, сынок. Я не стану от тебя скрывать. Скорая операция. Но врач уверяет, что на тебя это не отразится. Мне страшно. Ты наверняка чувствуешь мой страх. Пожалуйста, помни. Я не позволю причинить тебе вред. Ты у меня на первом месте. Мама тебя очень любит. Очень. Не помешаю? Нет. Я болталась на ней, та что? К тебе пожаловала Франко. Я подожду, когда уйдет Франко. Терпение. Си-си, надо поговорить. Да, только не сейчас мне не здоровиться. Кажется, у меня начался токсикоз. Вы знаете, как это бывает? О нет, откуда вам знать? Заходите на неделю. Нет, ты уж извини, но дело не терпит отлагательств. Здесь нам с тобой никто не помешает. Ты пригласил меня в гости? Зачем? Сейчас узнаешь. Зачем Кармелла разыграла свою смерть? А я уж и решил, что тебе захотелось узнать. Как дела у сына? Как дела, сынок? Кармелла, спасает свою жизнь. Или любовь. Ты не догадался? Любовь? Кому? Тесабель. Кармелла любит Тесабель, жену своего босса и лучшего друга. Он признался в этом Франко. И Франко приказал его убить. Типичная мафиозная разборка. У тебя необыкновенно умный папа. Заставил Франко поверить в свою гибель, чтобы встречаться с Тесабель. Верно? Я угадала. Я не видел их вместе. А если увидишь, то скажешь? Нет. Я не предам отца. И мать тоже. Не сомневайся. Это полный бред. Или он перестал что-либо понимать в музыке? Отец хочет снять подобный видеоклип на новую песню. Си-си? Да. У твоего отца не все дома. Ты только не поддавайся на провокацию. Отец нарочно меня злит. Володь, ты это видел? Или я дурак, или это бред? Нет, ты не дурак. По-моему, это полный бред. Что он предлагает-то? А что ты думаешь с ним делать? Даже не знаю. Прибить его, что ли? Так не могу. Отец все-таки. Забыть обо всем? Тоже. Не могу. Я уже не знаю, что и делать. Франко, я вас очень уважаю, но это чересчур. Нет, нет. Сначала выслушай мое предложение. Я разведусь с Исабель. Докажу тебе всю силу моей любви. Бросай Гастона. Я могу дать тебе гораздо больше. Вы не можете мне этого предлагать? Вы решили, что меня можно купить? Что я малолетняя дурочка? Прости все, что захочешь. И ты это получишь. Прости. Ну, прости же. Уходите. Я буду терпеть вас и дальше лишь потому, что вы дедушка моего малыша. Но пойми... Это вы не хотите понять, что Гастон мой единственный мужчина. Это последнее слово? Да, последнее. Стой. Ты никуда не пойдешь, сестренка. Пятизначные числа? Ошибка? Нет, я лично все проверил три раза. Диск Сиси улетает с прилавков. Продажи растут каждый день. Мечта любого исполнителя. И любого автора. Ты не написал главную тему. И именно сейчас Сиси нужна такая поддержка. Хавьер, а кто придумал сценарий для нового видеоклипа? Не знаю. Если хочешь, я выясню и сообщу тебе. Гастон, а что там насчет операции-то? Когда? Доктор уверяет, что будущая неделя – это крайний срок. Ясно. Раз уж разговор зашел о Сиси, она должна подписать этот контракт с фирмой, которую ты выбрал для рекламной акции. Я и еду к ней. Никакой срочности. Подпишет завтра. Это лишь повод. Ты моя гостья, но это не освобождает тебя от необходимости стучаться. У вас дома не так? Прости, но я спешила к тебе с новостями. Да? Ты меня заинтриговала. Тебе давно известна эта интрига. Кармелло? Жив. И здоров. О чем ты говоришь? Не скрытничай со мной. Я вас видела. Не видать тебе счастья. Ты убила у меня мужа, но это не принесет тебе радости. Я не уводила, не выдумывай. Гастон тебя не любил. Любил? Пока ты не объявилась. Он встречался с тобой от скуки. Я не злюсь на тебя. Почему мы не можем общаться, как сестры? Не надейся. Меня не купишь сладкими словами. Ты ждешь ребенка, но ты его не дождешься. Потому что очень скоро ты сама умрешь. А твоим выродком я займусь самолично. Мария, пи, упусти меня. Перестань. Твой ребенок подохнет. Я прослежу, чтобы он не выжил. Я убью твою отродье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин